Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики в студии Нины Горенова. Сегодня в выпуске. Все кредиторы Татфонбанка теперь могут предъявить свои требования. Какие нарушения выявили антимонопольщики в торговых сетях республики? Почему в Казани дрожает бензин, но дешевеет дизельное топливо? Татфонбанк начал принимать требования кредиторов в рамках процедуры банкротства. Их можно подать в 40 офисах Татарстана и 22 отделениях других регионов России. Адреса указаны на сайте ТФБ. Предъявить свои требования могут вкладчики юрлица, а также граждане, которые имели на счетах свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей. Предполагаемая сумма требований клиентов Татфонбанка по разным оценкам варьируется от 40 до 100 миллиардов рублей. Напомним, что общий кредиторский пол уже формирует инициативная группа вкладчиков Татфонбанка и Интехбанка в Татарстане. Их цель – набрать пол, который превысит 10% от всех требований, что даст возможность следить за ходом банкротства банков. Кроме того, в Татарстане создан фонд помощи пострадавшим вкладчикам ТФБ и Интехбанка, который по сути работает как благотворительная организация. Учредители фонда признают, что не смогут помочь всем и собрать 100 миллиардов рублей. Хотя бы, если удастся, ну я не знаю, даже 10 миллиардов собрать и помочь 10% страдавших, да, там либо полностью, либо всем по 10%, не знаю, пока о критериях рано говорить, там разные подходы. Ну, мне кажется, уже хороший результат. Татарстанские антимонопольщики вышли с предложением установить максимальный размер торговой наценки в магазинах, хотя бы на определенные виды продукции. Ведь сейчас данный параметр не регулируется, и торговые сети порой этим злоупотребляют. Наценку сам решает сама сеть, сам продавец, он сам решает, как установить. Ну, условно, можно поставить и 100% наценку, да, от той цены, которую ему поставил посредник, а другой поставил 20%. Естественно, его цена, скорее всего, будет отличаться разительно. Но, наверное, потребитель ведь он не глупый, он ведь идет туда, где все-таки того же качества товар, либо лучшего качества по меньшей цене приобретать будет. Поэтому играть с этими наценками – это тоже неправильно. О необходимости введения размера максимальной наценки антимонопольщики задумались в рамках глобальной проверки торговых сетей в республике. Специалисты выясняли, соблюдаются ли изменения в законе о торговле. Напомним, что цель новше – снизить стоимость продуктов путем ужесточения взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками. К примеру, в новых договорах должна быть снижена премия за вход поставщика в сеть с 10 до 5%, но данное требование зачастую не соблюдается. В итоге, по результатам массовых проверок в Татарстане были выявлены нарушения в 11 торговых сетях. Какого характера нарушения? Это установление вознаграждения на социально значимый продукт, как я уже отметил. В соответствии с постановлением на определенный вид продукции нельзя устанавливать вообще вознаграждение. Такие нарушения выявлены ООО «Азык» Песриченко. В превышении установлено законом размера вознаграждения, то есть более 5% – это «Бхатле», «Вавилон», «Агроторг» пятерочка и «Перекресток». Антимонопольщики призывают поставщиков не бояться и жаловаться на злоупотребление торговых сетей. Ведь в кулуарах они заявляют о массовых нарушениях, но официальных обращений от поставщиков не поступает. В Татарстане вновь подорожал бензин. Цельники на автозаправках сменились в конце прошлой недели. В результате стоимость 92-го и 95-го видов топлива выросла на 50 копеек. Сегодня бензин марки АИ-92 стоит 35,90, а АИ-95 – 38 рублей 90 копеек. По словам владельцев АЗС, цены диктуют производители. И, возможно, это не последнее повышение в этом году. Рынок так развивается на сегодня. И вообще цена на заправочных станциях – это прежде всего цена производителей, а не заправок. Заправки всего лишь делают наценку, скажем так, небольшую, и перепродают тот продукт, который покупают на заводах. Это же бизнес, это зависит от оптовых цен. Как будет рынок развиваться, так будет заправка. Или понижаться, или повышаться. Всем временем в Казани продолжает дешеветь дизельное топливо. С начала марта цены на дизель снизились более чем на 3% или на 1 рубль 20 копеек. Владельцы АЗС связывают это с изменением ценников у оптовиков. Как правило, весной стоимость дизеля всегда падает, так как автозаправки начинают продавать более дешевый, межсезонный вид топлива. Летнее, почем будет оно, и через некоторое время я сказать не могу, но, наверное, будет дешевле, чем межсезонная, по крайней мере, логика говорит об этом. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова